Храм науки, спорта и творчества. Сегодня Бийский лицей-интернат не нуждается в представлении. Он прочно занимает свои позиции в топе лучших школ России. И это не случайно. Учебное заведение сразу задумывалось, как школа нового типа, кузница высококлассных кадров. Так и случилось. В 91-м году с легкой руки генерального директора НПУ Алтай Геннадия Саковича и его соратников лицей начал свою работу. Лицей гордится качественным образованием, олимпиадным движением, потому что наши ребята показывают результативность не только на уровне края России, но и на международном уровне. И причем по таким серьезным, сложным дисциплинам, каким относятся математика, физика, иностранные языки. За четверть века Бийский лицей окончили около 2000 человек. Большинство из них с легкостью поступили в вузы страны. Такой успех объясним. Инновационное учебное заведение дает качественные и прочные знания. У меня так получилось, что я лицей прошла в разных должностях и была заместителем директора среднего звена, то есть работала с учениками 5-6-7 классов. Теперь мне доверили начальную школу. Мне там тоже очень интересно. Там замечательный педагогический коллектив, который также проработал почти с основания лицея. Поэтому работать интересно, не всегда трудно, легко. Выпускники нас очень любят, мы их очень любим и очень дорожим. И знаем, что наши выпускники всегда держат некоторый образец Бийского лицея в других городах. В свое 25-летие лицей отметил грандиозным концертом. В зале городского дворца культуры нет свободного места. Поздравить школу с юбилеем пришли учредители, педагоги, ученики и те, кто много лет сидел за партой и копил знания. Среди выпускников депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Бывший лицеист не забывает родные пенаты. В прошлом году, благодаря его фонду социального содействия, в школе появилась новая многофункциональная площадка. А сегодня Александр Прокопьев подарил образовательному учреждению снегоуборочную технику. Пусть наш родной Бийский лицей всегда процветает, дает верные знания, дает хорошее воспитание. Пусть он всегда будет молодой, светлый и сильный. Пусть всегда радует нас, радует учеников. Пускай преподаватели всегда будут молоды. Пусть каждый в лицее будет успешен. С праздником вас! Многие выпускники лицея связывают свою жизнь с Наукоградом и даже возвращаются в родные стены, но уже в другом качестве. Вот это чувство, когда ты возвращаешься домой, оно ни с чем не сравнимо. Безусловно, лицей дает великолепную базу, очень хорошее образование, что потом помогает в жизни. И желание, наверное, продолжить традиции лицея, именно это сподвигло вернуться назад. Сегодня в школе инновационного типа учатся около полутора тысячи лицеистов. Именно они и будущее Наукограда. И, возможно, кто-то из них в очередной раз прославит наш город на всю страну. Анастасия Исаева, Сергей Доровских, Будни.